Продолжение следует... Наконец-то принято такое судьбоносное решение. Я думаю, что оно назрело давно, но раз это выпало на нашу долю, на наше время, что это долг участвовать в таком конкурсе, обязательно я решил для себя, что я должен это сделать. Дело в том, что я еще после первого курса института поехал в экспедицию и прошел все лагеря и места бывших лагерей Верховья Камы. На меня это тогда произвело неизгладимое впечатление. Это был 1965 год. И все остальное, что потом последовало, и Солженицын, и Шаламов, и так далее, это все проиллюстрировало изнутри ту силу трагедии, которую я почувствовал, будучи совсем молодым человеком. Оказалось, что огромное количество проектов было представлено. Все знаете, это озвучено, 336 проектов. Это редко, редко какой конкурс собирает такое количество участников. Вот здесь представлен макет, на котором, собственно, вся идея ясна. Решение площади, решение пластическое и эмоциональное. То есть создан дух места, который, кроме самой бронзовой скульптуры, создает и окружение. Ландшафт, специально посаженные ели, которые частично там присутствуют. Я добавляю еще несколько штук. И все это вместе складывается в ансамбль. Не в чистом поле, не в отдаленных каких-то местах, а вот застройки, характери самих зданий вокруг. И мне кажется, что это очень верный выбор, потому что репрессии были среди улиц, среди городов, среди дворов, вокруг нас, в толпе. Они были везде. И вот это очень важно, что они были среди нас. Этот ужас и кошмар, он сковывал все передвижения, движения, мысли и так далее. Чем и нанесли непоправимый ущерб стране. То, что вы видите здесь, белые фигуры, это просветы, это проходы в стене, через которые мы с вами можем пройти, можем остановиться, можем почувствовать на себе, каково было им. И стать частью этой стены. Также здесь представлены две такие рельефные стены, на которых на множестве языков будет одно слово написано. помни. Вот считайте, что это я, бегаю и леплю все это. Вот это надо все из глины вылепить. Броза, материал удивительный. Он живой в любом состоянии. И он будет затонирован сразу. Я буду делать его черно-зеленого-коричневого цвета. Там будет множество цветов. Там будут протечки уже заранее сделаны. И все это вместе будет еще таким панорамным, живописным полотном. Вот смотрите, что такое верхний свет и уличное освещение. Вот вся пластика, которая там темным пятном, вот здесь начинает оживать. Если вы будете брать фрагменты, вот ритмика, сочетание вертикальных прорезей, горизонтальных, это и есть та музыка, на которую я рассчитываю. Кроме всего прочего, вот вы видите заднюю сторону. Это не просто вертикаль. Она еще имеет вот такое движение. То есть наполненность этой формы. Соответственно, с той стороны вдавленность такая. Вот это все вместе, это как волна. Вот вы будете ходить, и вот это вот будет как бы выбивать вас из обычной этой жизни и переводить в нечто иное. иное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok